Библейский портал экзегет.ру представляет Конечно, все книги об этом, но только здесь, в Синодальной Библии, а я буду читать именно Синодальный перевод для библейского портал экзегет, именно в Синодальной Библии мы видим предисловие переводчика, а заодно и внука автора. Где еще такое найдешь? Мне это особенно дорого, потому что я довольно много занимался библейским переводом и могу только согласиться с тем, что здесь говорит переводчик, а заодно он нам объяснит, что это за книга, откуда она взялась. «Многое великое дано нам через закон пророков и прочих писателей, следовавших за ними, за что должно прославлять народ израильский, за образованность и мудрость. И не только сами изучающие должны делаться разумными, но и находящиеся вне Палестины, усердно занимающиеся писанием, могут приносить пользу словам и писаниям». Такая длинная фраза, Синодальная еще довольно коряво все это переводит, по-шкалерски. Мы сразу видим другой стиль, чем во многих книгах Ветхого Завета, потому что это переведено с древнегреческого. И это предисловие переводчика. Он обращается к тем, кто привык читать по-гречески. Такие длинные и сложные фразы. Поэтому Дед Моисус, больше других предаваясь изучению закону пророков и других отеческих книг, и приобретя достаточный в них навык, решился и сам написать нечто, относящееся к образованию и мудрости, чтобы любители учения, вникая в эту книгу, еще больше преуспевали в жизни по закону. Смотрите, есть имя автора Иисуса. Нас, конечно, это немножко смущает, но в древнем Израиле Иисус – обычное имя. Мы видим Иисуса Новина в целой книге, потом там еще встречается пару раз это имя. Вот тоже человек носил это имя. Он был сын Сираха тогда, так называли обычных людей по имени и отчеству, как прямо в русской традиции, не только в русской. И, соответственно, его внук эту книгу переводит. А он решился просто написать. Смотрите, он читает закон, читает пророков, священное писание. Чего, мало, что ли? Зачем от себя это городить? Значит, мало. А ведь наш переводчик, анонимно он не подписался, он ясно показывает, для чего все это нужно. Чтобы изучать и делаться лучшими исполнителями закона. Есть книга, есть комментарии. Вот это комментарии, собственно говоря, к закону и пророкам. Поэтому эта книга второканоническая, как назовут католики, или неканоническая, как назовут православные. То есть она не входит в состав изначального библейского канона, но, по сути дела, не зря находится в библиях православных, потому что это некий мостик от писания к преданию, если хотите. Или от той части предания, которую мы называем писанием, к остальным. И это некое развитие текста писания. Итак, прошу вас, читайте эту книгу благосклонной и внимательной. Имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы, может быть, погрешили, трудясь над переводом. Ой, как я это понимаю. Ибо неодинаковый смысл имеет то, что читается по-еврейски, когда переведено, будет на другой язык. И не только эта книга, но даже закон, пророчество и все остальные книги имеют немалую разницу, в смысле, если читать их подлинники. Абсолютно справедливо. Перевод всегда что-то теряет, любой самый лучший. Почему нам нужны разные переводы? И вот я стараюсь в рамках этого проекта портала «Экзегет» читать разные. У всех есть свои достоинства и недостатки. Прибыв в Египет в 1938 году при царе Евргете Птолемея, ну, то есть на 1938 год его царствования, и, пробыв там, я нашел немалую разницу в образовании между палестинскими и египетскими евреями. И счел крайне необходимым и самому приложить усердие к тому, чтобы перевести эту книгу. То есть он говорит не только между языками разница есть, и на одном языке немножко иначе звучит то, что выражено на другом, но и между культурами. А еще бы, Египет у нас здесь эллинистический. Это вот, соответственно, период между завоеваниями Александра Македонского и римскими завоеваниями Египта. Не такой уж длинный период, пару столетий всего, но очень насыщенный, да. Когда происходит мощный культурный синтез, основывается город Александрия, в ней библиотека. Там все говорят по-гречески. И поэтому, когда прибывает в эту самую Александрию, ну, или в Египет, ну, почти наверняка это была Александрия, наш переводчик, он понимает, вот здесь живут евреи, которые еврейского языка уже толком не знают. Ну, как в России живут евреи, многие ли из них читают на иврите или говорят на идише? Ну, только те, кто специально изучал, правда? Так все уже перешли на русский, в других странах, там, в США, на английский. Ну, а в эллинистическом Египте они перешли на греческий, поэтому надо перевести для них на греческий язык. И он обращает наше внимание, что есть ли разница в подходах, в каких-то культурных техниках, практиках, обычаях, в менталитете. Поэтому нельзя просто взять и заменить слова одного языка словами другого. Надо мысли, суть передать. Кстати, еврейский оригинал этой книги до нас дошел, но не целиком. Она не вошла в еврейскую Библию, поэтому не переписывалась. Но были найдены из нее довольно большие отрывки. «Много бессонного труда и знаний положил я в это время, чтобы довести книгу до конца и сделать ее доступной тем, которые, находясь на чужбине, желают учиться и приспособляют свои нравы к тому, чтобы жить по закону». Вот прекрасные слова переводчика «Много бессонного труда и знаний». И смысл дать людям возможность лучше жить по закону. Не просто так, а исполнять закон. Вот это было предисловие, и оно у нас в русском синодальном переводе обозначено как предисловие греческому переводу, имеющееся у семидесяти и содержащееся в славянской Библии. То есть мы уже видим, что текст обрастает какими-то дополнительными деталями. Вот есть сам текст, он был на еврейском, потом он переведен на греческий, а когда переводчик завершил перевод, он написал предисловие к своему труду, дополнил его, и вот мы все перевели на славянский, на русский, на другие языки, и предисловие переводчика тоже. Как сегодня? Сегодня же выходит какая-то книга, там предисловие переводчика, и от автора там тоже что-то может быть. Ну вот переходим непосредственно к первой главе. Все это было вне главы, это тоже уникальная вещь, такая вставка, которая даже вне нумерации глав и стихов идет. Книга, конечно, очень похожа на книгу-притчи, но немножко другая. Литература премудрости, вот она требует своего развития, она требует такого неторопливого рассуждения о том, что уже было написано. «Всякая премудрость от Господа, и с Ним пребывает вовек». Самое главное, да, вот сначала премудрость и страх Господень, как говорится в притчах, здесь почти то же самое, но немножко другое. Там скорее, что человек должен испытывать по отношению к Богу, здесь что Бог дает человеку? Эту самую премудрость. «Песок морей, капли дождя и дни вечности кто исчислит? Высоту неба и широту земли, бездна и премудрость кто исследует?» Такие ритолические вопросы, которые показывают, что человеческое знание ограничено. «Прежде всего, произошла премудрость и разумение мудрости от века. Источник премудрости – Слово Бога Всевышнего, исчезствие ее в вечной заповеди. Кому открыт корень премудрости и кто познал искусство ее? Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем Господь. Он произвел ее и видел, измерил ее, и сделал ее на все дела свои, на всякую плоть по дару своему, и особенно наделил ее любящих Бога». Такой длинный, немножко непонятный текст. Но да, источник премудрости Господь. А что такое премудрость? Он не дает определения. Библейские тексты вообще очень редко дают определения. Они, скорее, описывают отношения вот и здесь. Никто не может пересчитать песчинки или измерить широту Земли. Нет, сегодня можно, сегодня, пожалуйста, все это известно. Диаметр Земли или, допустим, экватор, сколько он в километрах, его протяженность. Но тогда это было невозможно. И вот что премудрость – это просто знание большого количества фактов? Нет, пока непонятно. «И злил ее по дару своему на всякую плоть». То есть даже на животных получается. То есть вопрос, что такое премудрость, это, пожалуй, вопрос, а не ответ, не формулировка некая. И дальше очень похоже на притчи, конечно. «Страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости». Начало премудрости, да, как в притчах, но здесь и слава, и честь, и веселье. То есть страх – это не что-то такое, что, ну, человека отвращает, да, наоборот, то, что его наполняет радостью. «Страх Господень насладит сердце и даст веселье и радость и благоденствие. Боящемуся Господу благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение». Не сказано, что с ним произойдет после смерти, да, но день смерти как итог жизни. «Страх Господень дарит Господа и поставляет на стезях любви». Вот, оказывается, все от Господа, и страх, и премудрость. Мы видим, как развивается тема, которая была уже, конечно, в притчах, не только там. Человек спрашивает, ну, хорошо, страх Господень, а где мне его взять, как мне его приобрести? Все от Господа, он тоже. Любовь к Господу – славная премудрость, и кому благоволит, он разделяет ее по своему усмотрению. А вот, смотрите, здесь уже премудрость описывается, как любовь к Господу, которую, к тому же, можно разделить. Интересно, как это? Это уже некоторая загадка. Ну, ладно, давайте дальше, потому что он постепенно приближается к этой теме. «Начало премудрости – бояться Бога». О, наконец, как в притчах. «И с верными она образуется вместе в очреве». Ну, и в Еккельзиасте, в Иове, в других книгах. «И с верными она образуется вместе в очреве». То есть премудрость прямо в очреве матери. У младенца он еще ничего не соображает, у него мозга-то еще нет, он не сформирован. Это что-то, что существует вместе с человеком. «Среди людей она отводила себе вечное основание, и семьи не их верится». То есть даже в момент зачатия премудрость присутствует. Какая-то она странная, не похожа на высокий интеллект, на хорошее образование. Что-то другое, действительно что-то такое божественное, что людям свойственно, но не дается им автоматически, а каким-то особым образом. Интересно, что это? «Полнота премудрости боятся Господа, она напояет их от плодов своих». И начало, и полнота. Начало то, откуда все берет исток, полнота то, где все находит завершение. Что же, с чего начали, к тому и пришли? Или страх Господня, собственно, и есть премудрость, и поэтому и начало, и завершение связаны с этим понятием. Вот пока сплошные загадки. Нет бы четко объяснить, диктуя определение, записывайте. А, наверное, нет определения. Наверное, человек должен это прочувствовать. Человек должен задуматься над этим, найти свой вариант определения. «Весь дом их, она наполнит, она премудрость, наполнит всем, чего желают, и кладовые их произведениями своими». А, ну это понятно, будет достаток, всем это хочется, да. «Венец премудрости страх Господень». То есть за премудрость страх Господень. Как же, он источник или он венец? Венец то, что дают, когда ты все сделал. А источник то, без чего ты даже не начинаешь делать. А вот получается и то, и другое. Страх Господень, произвращающий мир и невредимое здравие. И здоровье здесь, зачем люди к Богу прибегают? Очень многие, чтобы здоровичка была. Да, и это здесь, то есть все премудрость. Но то и другое дары Бога, который распространяет славу любящих его. Вот нельзя здоровье, оказывается, купить, хотя лекарства есть, медицина, врачи. И тогда было, есть здоровый образ жизни. И снова. «Он увидел ее премудрость и измерил, пролил, как дождь, ведение и разумное знание, и возвысил славу обладающих ее». Так, ну понятно, это от него, и это хорошо. «Корень премудрости боятся Господа, а ветви ее долгоденствия. Страх Господень отгоняет грехи. Не имеющий же страха не может оправдаться». Смотрите, страх и премудрость, которые здесь уже практически как синонимы, они приносят долголетие, или он, она, да, в одном каком-то смысле, и отгоняет грехи. То есть одновременно и долгая жизнь, и жизнь какая-то более праведная. Тоже вот я пытаюсь сформулировать для себя, и как-то не могу. Какой-то вот такой метод, как будто он осторожно танцует вокруг этого понятия, вместо того, чтобы вот по-нашему, по-современному взять его, ухватить и объяснить всем, что это такое. «Не может быть оправдан несправедливый гнев». А это здесь при чем? Мы еще не с премудростью не разобрались. Наверное, он объясняет, что препятствует в наибольшей степени приобретению премудрости. А тут все так хорошо, Господь на всех пролил, но еще все премудрые, что ли? Что-то не похоже. О, несправедливый гнев мешает. «Ибо самое движение гнева есть падение для человека». Вот здесь уже смотрите, как близко к новозаветной этике. «Падение – это настроение. Казалось бы, движение гнева от человека не зависит. Вот меня оскорбили, я разгневался. Ну, я могу там пойти убить кого-нибудь, могу просто поругаться, а могу промолчать. Но гнев-то во мне все равно». Он говорит, нет, то, что ты соглашаешься с этим чувством, это уже начало падения. «Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается весельем». Противоположное гневу. До времени он скроет слова свои и уставерных расскажут о благоразумии его. О, благоразумие – это еще не премудрость, премудрость от Бога. Но человек может, скажем так, расчистить площадочку, чтобы эта премудрость нашла себе место в его душе, отказавшись от несправедливого гнева. Это уже благоразумие. «В сокровищницах премудрости и притче разума грешнику же страх Господень ненавистен». Вот, хороший критерий, как определить грешника, страх Господень ему ненавистен истин или радостен. Опасение оскорбить Бога, опасение выйти за обозначенные им пределы. «Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, Господь подаст ее тебе». Значит, гнев – это устроение души, а заповедь – действие. Ну, наверное, тоже и про настроение и все прочее, но в первую очередь от поступки. «Ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, ибо благоугождение ему – вера и кротость». Вот такие здесь формулировки, очень расплывчатые, непонятные, да. «И вдруг, не будь недоверчивым к страху перед Господом, и не приступай к нему с раздвоенным сердцем». Недоверчивый, то есть вроде как я и опасаюсь его оскорбить, а вроде как и нет. Что это за страх такой, нужен ли он мне? Раздвоенное сердце в результате. «Не лицемерь пред устами других, и будь внимателен к устам твоим». Да, думай, что говоришь. «Не возноси себя, чтобы не упасть и не навлечь бесчестие на душу твою, ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собрания за то, что ты не приступил искренне к страху Господню, и сердце твое полно лукавства». Опять такой комок, как будто не разобранный, не рассортированный, такой вот клубок ниток, которые все перепутались, так страх Господень, или «не гневайся, не лицемерь, не превозносись». Ну, простые конкретные заповеди в любой этической системе, наверное, это и есть. Нигде не хвалят вспыльчивость, гневливость, они везде ценят сдержанность в речах, да. Ну и что? А к чему это? А к тому, что это попытка дать премудрости, которая приходит от Бога, место в тебе. А каким образом это достигается? Страхом Господнем. Но твое отношение к самому этому понятию для нашего автора, для Иисуса Сына Сырахова, есть, в общем-то, определение, это на стороне премудрости или пока что еще нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok